Путешествие по маршруту Вязьма-Рославль-Брянск-Киров мы решили осуществить 21 августа 2004 года в неизменном составе. Я, Слава Яковлев и сантехник Иванов на его же машине ВАЗ-2109. Экспедиция началась в 7 утра и первые 80 километров до Дорогобужа решено было проехать по старой Смоленской дороге. До деревни Семлёва мы долетели за 10 минут. Спустя еще 5 километров асфальт кончился и перешел в щебеночную массу. Следует сказать, нас предупреждали, что дорога после Семлёва была отвратительная. Но чтобы ее не было вообще, я не мог помыслить даже в своих самых гнусных мыслях. Щебенка кончилась еще через километр и дорога превратилась в узкую тропу посредине леса. По пути нами был замечен ржавый указатель, поставленный здесь, наверное, еще во время войны. И это вселило в нас уверенность, что все же мы едем правильно. При подъезде к Дорогобужу открылся красивый вид на Дорогобужскую ТЭЦ, которая питает электроэнергией всю восточную часть Смоленской области. В общем, маршрут Вязьма-Дорогобуж занял у нас 2 часа. В 10.50 на горизонте показался Рославль. Постояв на переезде и пропустив знаменитый красный дизель «Смоленск-Рославль», наш экипаж поехал встречать его на вокзал, а затем кататься по городу. Движение в Рославле несколько интенсивнее, чем Вязьме. Рейсовые автобусы шныряют туда-сюда. В общем, городок с виду неплохой. Рейсовые автобусы шныряют туда-сюда, а затем не ожидаются. Почистить зубы, ночная тюрьма, выскрываем. Во время работы инженером учится на вечернем отделении. За эти годы успел выступить почти во всех крупных городах страны, а также побывал с концертами в Атранции, Германии, Гроландии, Бельгии, Люксембурге. С 91-го года Викор живет и работает в Москве. Досье о родном шансоне. Предварительно перекусив, экспедиция в составе трех человек в 13.00 осчастливила своим присутствием город Брянск. Хорошая новость. В Брянске нет трамваев. А значит, в отличие от Твери и Смоленска, качество городских дорог приемлемое. Запечатлев свои рожи, Также на фоне памятника славы мы повернули на проспект Ленина, доехали до магазина Эльдорадо и возымели желание побывать на территории низких цен. Выбор бытовой техники просто огромный, но вот что касается цен, у нас в Радуге они не выше. Особенно понравились плазменный телевизор за 50 тысяч рублей и огромный домашний кинотеатр за 100 тысяч. В этот день в Брянске было очень много свадеб. А так как на карте особо памятников помечено не было, логично рассудив, что свадьбы по херне ездить не будут, мы пристроились к одной из них и приехали на комплекс, посвященный Старой Руси. Там стояли две пушки времен Французской войны, Добрыня Никитич на коне и какая-то баба высоко вверху. Побродив по мемориалу, мы отправились к Кургану Бессмертия, а затем спустились вниз к фонтану. Перед выездом нами был посещен вокзал. Станции Брянск. Чуть не заблудившись в подземных переходах вокзала и немного остыв под землей, мы выбрались аккурат к машине. Город мы покинули в 16.10. Под зажигательную песенку одной местной радиостанции «Поцелуй меня в живот». Ниже, ниже, дальше, глубже. Через час мы въехали в Киров. Центральная улица была разделена живой зеленой полосой, и движение в одну сторону было двухполосным. В пяти километрах после Кирова наша компания расположилась в леске на Лужку. Распаковала колбаски, сальца, открыли сайры, сели и стали бухать водку под названием «Брянский хрусталь». Оприходовав полбутылочки в 18.30 мы отчалили домой, продолжая употреблять по пути. Я же завалился на заднее сиденье, поставил свой любимый диск и стал орать песни, иногда перекрикивая магнитофон. Впереди сидящие все это стойко сносили. Ровно через два часа «Вишневая девятка» с нами причалила к реке Угре, и банкет был продолжен уже там. После того, что нам и машине пришлось перенести в начале путешествия, дорога от Знаменки до Вязьмы показалась просто автобаном, по которому за полчаса мы и долетели до дома. Все хорошо, что хорошо кончается.